В этом ролике мы объясним, как делать анализ уровней POC, то есть уровней с максимальным объемом разных периодов, на одном графике. Открываем окно настройки боковой гистограммы, Setup, Status, Horizontal Histogram. Одновременно на одном графике мы можем разместить до 9 боковых гистограмм и отслеживать уровни POC, которые будут обновляться автоматически. Настроим боковые гистограммы так, чтобы видеть уровни POC за нужный нам интервал. Отметим, что настроить их нужно лишь один раз. Все уровни POC будут считаться автоматически. А уже настроенный график можно дублировать с теми же настройками Setup, Clown Window и открыть такое же окно, но с другим инструментом. Итак, переходим в настройку бокового гистограмма. В колонке State видим, какие из гистограмм уже активированы. Выделяем нужный гистограмм, гистограмма текущего дня. И настроим гистограммы так, чтобы видеть только уровни POC без самих гистограмм. Для этого активируем опцию Max Volume Only. Далее выберем цвет линий. Активируем луч максимального объема. И название этого уровня. Также увеличим толщину линий. Размер шрифта регулируется в меню Setup, Settings, Misclinance и прочее. И уменьшим размер шрифта до 15. Возвращаемся к настройке гистограмм. По необходимости также можем убрать зону TPO. В поле TPO вставим 0. И таким же образом настраиваем все последующие гистограммы. Далее гистограмма прошлого дня. Проверяем ее активацию. Выбираем цвет. Активируем луч. Название уровня. Увеличим толщину линии. И удалим линии TPO. И аналогично для гистограммы недели. Активируем функцию MaxiPlan Only. Выбираем цвет. Увеличим толщину линии. И удаляем линии TPO. Далее гистограмма прошлой недели. Гистограмма текущего месяца. Далее добавим гистограмму прошлого месяца. Активируем ее. Увеличим толщину линий. И в конце добавим гистограмму текущего контракта. Таким образом мы видим уровни POC всех выборных интервалов, обозначенных своим цветом и своей подписью. Обратите внимание, что если уровни POC совпадают, то название каждой линии отображается своим цветом. Дополнительно активируем гистограмму за весь загруженный интервал времени, начиная с 13 сентября. В поле TimeFrame выбираем All. Активируем гистограмму. И закрываем окно. Таким образом мы видим на графике гистограмму за весь загруженный интервал времени и все уровни POC, которые будут обновляться автоматически каждый день. Также доступна возможность настройки отображения уровней POC каждого дня. Для этого активируем TimeFrame 2 с интервалом в день. И далее переходим в настройки TimeFrame 2. Setup, Studies, TF2Silence. Здесь мы можем отключить отображение суммарных данных для каждой гистограммы, отображение самой гистограммы. И если в этом есть необходимость, также можем отключить линии TPO. Далее изменим цвет линии POC. Дополнительно можно построить лучи линии POC за выбранное количество дней. Например, построим лучи линии POC за всю текущую и прошлую неделю. Для этого мы выберем в поле Ray Always Last Days 9 последних дней. И кликаем Apply. Таким образом у нас отображаются линии POC за каждый день текущей и прошлой недели. Мы видим, что с прошлого понедельника у нас отображаются лучи всех линий POC. Отключить отображение линии POC каждого дня можно на панели управления, просто отключив TimeFrame 2. А убрать все линии POC выбранных интервалов можно в меню Setup, Height и POC. Либо горячие клавиши, которые можно настроить в меню Setup, Silence, Hard Key. Переходим в игру настройку горячих клавиш. И здесь мы добавляем горячую клавишу Ctrl X, например. И кликаем Apply. И теперь с помощью горячей клавиши мы можем активировать, либо деактивировать все линии POC. Если у вас остались какие-либо вопросы по настройке уровня POC, обращайтесь в нашу техподдержку. Контакты можете найти в описании. Благодарим за внимание и хорошего дня! Продолжение следует...